Добрый день! Очередной инбоксинг. Сегодня у нас мельница от компании Mojo. Выпустили у неё цветом пластики. Посмотрим, что это такое. Здесь, кстати, не написано, что это Кубин Класс Ром. Видимо, истинно компания Mojo старалась, не её суббренд. Сравним с похожей мельницей от Фанксин. Ну и есть у нас ещё зеркальная мельница. Упаковка, пластиковый бокс. Откроем. И там есть инструкция. Доставать её не хочется, но там нарисована именно мельница. Винтмилкут. Мою винтмилкут. Видим, что качество упаковки оставляет желать лучшего. Коробочка сама по себе какая-то корявенькая. Но здесь вот что-то окрасилось слегка. Синий цвет. Наверное, ему ототрётся. Скорее всего. Ну, уже не очень приятно на белой стороне увидеть такие синие подтёки. Ну да ладно. Коробка нам уже больше не нужна. Отложим в сторону. Сравним с Фанксином. Ну, по форме. По форме это абсолютно одинаковые. Цвета отличаются. Эта головоломка какая-то такая, более матовая. Такой лёгкий матовый. Такая поверхность головоломки немножко матовая. Посмотрим на вращение и потом на строение. Вращение достаточно шершавое. Хотя вот эти слои крутятся поприятнее. Сразу перемешаем. Это шейп-мод кубика 3х3. Один из самых простых. У него нет даже никаких паритетов. Псевдо-паритетов. Тоже нет. Достойно вращается. Я взял себе вторую мельницу, чтобы из одной из них сделать каттер-модификацию. Перестановка центров делается. Вот я ещё посмотрю, из какой из этой сделать или из фанксина. Так, давайте попробуем собрать. Для начала, как обычно, крест. Цвета там вроде стандартные были. Белый, синий, красный. Так, оранжевый, синий есть. Я ещё красный вижу. Так, зелёный, красный. Остаётся развернуть центры. Так, крест готов. А, нет, ещё зелёный. Так, вот так у нас выглядит крест. Собираем первые два слоя. Так, тут у меня ничего хорошего нет. Давайте, что мы достанем. Так, вот синяя пара. Здесь у нас ребра одноцветные. И углы двухцветные получается. Я у синий. То есть вот это угло. Это ребро. Ну, ребро первого слоя вот так выглядит. Так, дальше. Красный. Кстати, я синюю пару поставил неправильно. Синяя пара должна быть слева от синего центра. Переставим быстренько. Если собрать так, то у нас на третьем слое вылезет как бы паритет, которого быть не должно. Так, оранжевая. И остаётся зелёная пара. Получили собранные два слоя. Собираем ойл-ойл. Тут без всяких заморочек. Видим буква «Ы» или мягкий знак. Ну и здесь третий слой лучше сделать два этапа, чтобы не перекрутились центры. Так, одно ребро на месте. Вот. Красно-зелёные ребра на месте. Устанавливаем их в таком положении. Назад и налево. Переставляем ребра. Ну и видим, что вот этот угол стоит правильно. И переставляем углы. Ну, как бы и всё. Нормально вращается. Причём, наверное, даже немного получше, чем «Фанксин». «Фанксин» изначально был очень тугой. Делал на нём несколько сборок. Ну, по-моему, я даже его расслабил. Стал получше. В принципе, и тем, и тем крутить можно. Их очень похожее строение. Внешне тоже очень похожее. Единственное, текстура самих элементов разная. Ну и цвета отличаются. «Фанксин» такой весь пастельный. Метана розовый, светло-зелёный. Надеюсь, более стандартный. Ну, как у серии «Кубин Классрум». Все головоломки бюджетные. Неплохая мельница. Для разнообразия всем подойдёт. Покупать можно. Единственное... А, ну, уже вот почти стёрлось. Пока крутил. Синяя краска. Не ведом откуда взявшаяся. Практически стёрлась. Так что, можно сказать, без дефектов. Нормальная головоломка для пополнения коллекции. Ну, тем, у кого нет мельницы. Вполне подойдёт. Зеркальная мельница тоже бывает. Так что, сойдёт. Ну, если у вас есть мельница от «Фанксин», то... Смысла брать эту. Наверное, особого нет. Не примерно одинаковый. Может, чуть-чуть получше от «Моя». Только разве что из-за бренда. Как-то вот так. А на этом всё. Всем спасибо. Всем пока.